Коллеги, всем привет! Давно мы не виделись, я где-то полгода брал паузу, чтобы наработаться, набрать опыт компетенции. Сейчас я думаю возвращаться к нашим урокам постепенно, сбавляя нагрузку. Значит, я пробежался по всем комментариям, которые у нас были на канале, на какие-то успел ответить, на какие-то нет. Понял, что у нас действительно есть много незакрытых плейлистов, которые экстренно пришлось бросить в связи с выходом на работу. И первый приоритет стоит на закрытии этих плейлистов. Сегодня будем разбираться с нашим HTTPS Proxy. Это последнее видео для плейлиста по проксированию на данный момент. Потом еще чем-нибудь дополним. Затем мы с вами в течение, ну не знаю, двух-трех недель позакрываем такие хвосты, которые остались по другим плейлистам и перейдем ко второй ступени LPE. Надеюсь, что меня никто особенно не перехватит на этом пути. Сегодня будем разбираться с HTTPS Squid. Еще раз подчеркну, у нас с вами учебные видео. Они предназначены для того, чтобы вы могли понять, какие есть опции, как их настраивать, в какую сторону приблизительно смотреть. Но вот это вот решение, как оно и есть, применять его в продакшене не очень желательно. Нужно понимать, что вы делаете, потому что мы будем с вами перехватывать HTTPS трафик, расшифровывать его, зашифровывать обратно. Это довольно тонкое дело. Кроме того, я себя не считаю особенно компетентным на уровне безопасности и продвинутых сетевых протоколов. Поэтому мы с вами настроим этот Proxy HTTPS. Я вам дам все необходимые ссылки, постараюсь отвечать на комментарии. Но, честно говоря, глубокого понимания этого механизма проксирования HTTPS у меня нет. Так что давайте смотрим нашу презентацию и двигаемся дальше. Презентация у нас традиционно довольно-таки простая. Стоит из одного, собственно, слайда с картинкой, который рассказывает нам, что мы будем делать. Значит, мы с вами уже настроили в прошлом видео проброс порта 80 на порт 3128. Мы слушаем этот порт 3128 нашим сквидом на сервере. И дальше пускаем через этот порт клиентов из нашей локальной сети в интернет по протоколу HTTPS. Приблизительно то же самое мы сделаем для протокола HTTPS. Мы перенаправим порт 443 на порт 3129. Но тут весь нюанс заключается в том, что у нас будет происходить по прослушанию этого порта 3129. Значит, так как SSL у нас это шифрованное соединение, по SSL как-то надо сделать отдельный плейлист. Кроме того, мне позакрывать кое-какие пробелы с SSL, потому что я так плотно с ним никогда не работал. Но суть в том, что мы не можем просто так пробрасывать эти соединения дальше. Мы можем, но мы тогда ничего не увидим со стороны сквида. А задача сквида у нас просматривать трафик со стороны пользователя и как-то его фильтровать, закрывать доступ к сайтам и так далее. Так как сегодня у нас большинство сайтов как раз-таки используют SSL и доступ, соответственно, к ним осуществляется по протоколу HTTPS, эта задача у нас является очень актуальной. Поэтому мы будем слушать запросы от пользователей, расшифровывать трафик, который проходит через нас, отправлять эти запросы дальше в интернет от имени нашего сервера сквида, получать ответы, опять расшифровывать их, зашифровывать, отправлять обратно клиенту. На самом деле у сквида есть два варианта работы. Первый вариант работы – это режим с подменой сертификатов, когда мы это делаем все довольно-таки откровенно. Но нам нужно будет на всех машинах нашей вокальной сети установить сертификат нашего сервера как доверенный и вообще выполнить такой ряд действий по первоочередной установке доверенности со стороны нашего сервера. Кроме того, все сертификаты будут выпускаться нашим сервером и уже от нас будет зависеть, что мы разрешаем, что не разрешаем. Мы будем использовать второй, более продвинутый вариант, когда у нас нет подмены сертификатов. Тем не менее у нас сквит является таким промежуточным звеном, который расшифровывает, зашифровывает трафик обратно и тоже выдает динамически генерировать сертификаты. Мы эти сертификаты посмотрим, когда уже все настроим. Мне самому интересно, что там будет. Даже я этого не настраивал. Поглядим. Весь этот функционал может быть сделан благодаря тому, что у сквида есть такая фича, которая называется SSL Bump. Дам по ней ссылку. У нее множество различных действий. Тут уже начинаются нюансы по проксированию по сетям по безопасности, где я опять немножечко пасую. Давайте переходим в консоли и сначала вспомним, на чем мы остановились полгода назад. Итак, у нас с вами есть наша машина. Пока еще на Ubuntu. Для LP и второго мы начнем все делать уже на CentOS, заодно с двумя дистрибутивами. Уже научимся как-то знакомиться. У меня здесь Ubuntu, Ubuntu сервер. Я сразу перешел на работу от имени пользователя Root, потому что нужно будет делать очень много действий. Каждый раз набирать суда мне не хочется. Посмотрим, какие у нас есть сетевые интерфейсы с прошлого. Занятие точно что-нибудь изменилось. Внешний айпишник для моей машины это 4213. Внутренний это 010. 010 остался как раньше. Можем посмотреть, какие у нас есть правила Iptables. Мы выведем их не совсем корректно. Команда Iptables save, чтобы вы сразу видели, какие команды я использовал для создания этого всего конфига. Значит, что у нас здесь есть? Из локальной сети мы с вами слушаем порт 3128. Отовсюду мы слушаем ping. Отовсюду мы с вами слушаем порт 228 SSH. Мы разрешаем все пакеты, которые уже относятся к установленным соединениям. Дальше мы принимаем соединения по порту 53 TCP и UDP. Это у нас соединение, которое прослушивает Bint сервер, наш DNS сервер. Мы принимаем соединения по петлевому адресу, чтобы мы сами на себя могли ходить с этой машиной. Политика для цепочки дроп. То есть все остальное запрещено. Точно так же по форварду у нас все запрещено, кроме каких действий. Опять же, все пакеты, которые относятся к уже установленным. Мы разрешаем проходящие насквозь ping. Мы разрешаем проходящие насквозь у нас для красоты. Это правила порты 110, 25 и 21. То есть почту и протоколы FTP. У нас есть с вами два действия. В цепочке pre-routing, в таблице NAT. У нас есть с вами правила предварительной маршрутизации, которая из локальной сети, все соединения, которые предназначаются нашей машине по порту 80 и 8080, мы редиректим на порт 3128. Этот порт слушает наш сквит. Мы сейчас это посмотрим. Точно так же цепочку у нас есть post-routing, который позволяет всем пакетам из нашей локальной сети, которые проходят насквозь через наш сервер, вот этот вот прокси, выполнять для них действие маскарад. То есть, по сути, делать SNAT. Мы это все проходили на прошлых занятиях. Кто не понимает, вспомните, повторите. Значит, команды netstat, статистика по сети. Мы с вами посмотрим соединения, которые у нас, ну, открытые порты. Network, TCP, UDP, Listening Ports. Кажется, вот так вот ключи у нас должны выглядеть. Да. Мы видим то, что моя машина по интерфейсу 192-168-010 прослушивает порт 53. Это наш DNS. Соединение TCP, и вот оно наше UDP соединение тоже по порту 53. Дальше я по всем портам слушаю порт 22. Это мой SSH, вот здесь это указано. По порту 3128 на интерфейсе 010 у меня работает сквид, он слушает соединение. Также у меня есть для TCP 6 точно так же правила SSH и много остальной бунтовской штуки, которая нам сейчас особого значения не имеет. У нас здесь есть HTTP клиент, у нас есть у сквида, вы видите, несколько интересных еще UDP-шных портов открытых. Это нам сейчас не важно. Значит, давайте для начала проверим, работает ли у нас наш DNS. Я скажу NS-Slookup, допустим, сервер Яндекс.Ру, но я хочу, если я сейчас просто это действие выполню, я обращусь по своему маршруту по умолчанию к своему DNS-у-провайдеру. Я хочу обратиться на эту самую машину, поэтому я скажу 120-168-010. Я хочу у этой машины запросить. И вижу то, что у меня есть ответ, то, что я ру, есть вот такой вот адрес. Прекрасно NS-LOOKUP, по крайней мере, с этой машины работает. Пойду на Windows. Вот она наша Windows. На Windows мне нужна командная строка. В командной строке мы с вами выполним базовые действия, чтобы понять, что у нас все работает. Мы пинганем наш шлюз 192-168-010. Пинг проходит, прекрасно. Мы попробуем telnet, не знаю, стоит ли он здесь у меня, 192-168-010. Зателнетимся на порт 3128, тот порт, по которому у меня слушается скрид. И вижу то, что telnet не установлен, придется нам с вами его установить. Он незаменим для проверки сетевых соединений. Мне нужно в программах и компонентах, он ставится довольно-таки быстро, включить компонент telnet-клиент. Вот он, клиент telnet. Собственно, все, готово. Проверяю еще раз telnet на порт 3128 и вижу то, что я зацепился. Ctrl, квадратная скобка, ту, которую видите, я вышел из telnet. Дальше, по-моему, quit. Прекрасно, я зацепился. Чтобы проверить, как он может мне зацепиться, допустим, засоединимся на порт 3129. И он пытается подключиться и не сможет, потому что у нас никто не слушает порт 3129 о нашей машине. То есть та открывшаяся голая консоль, черная, говорила нам о том, что соединение есть. Отлично. Значит, пока это все происходит, мы с вами подумаем, как нам подключиться еще к DNS-серверу. Наверное, мы с вами просто сделаем, опять же, NS-lookup, проверим, что у нас получится. Я пытался выйти из telnet. Не знаю, как из мельдового telnet выходить. NS-lookup. Опять же, какой-нибудь другой, mail.ru. Давайте убедимся, что у нас указан в качестве DNS-сервера наш 0.10. Указан. А то вдруг мы бы сейчас углу глаза просили. 0.10. Указан. Прекрасно. И у нас lookup.mail.ru. Отправляем запрос по умолчанию. И видим, получаем ответ у мейла. Вот есть 4 адреса. И ответил нам об этом адрес 0.10. То есть прекрасно все работает. Проверяем интернет. Значит, у нас с вами сейчас Squid слушает только HTTP-протокол. Я из HTTP-сайтов знаю только сайт mte.edu.ru, поэтому мы и пойдем. mte.edu.ru. И вот у нас сайт открылся. Все работает. Кто знает, какие еще HTTP-сайты, проверяйте. Все остальные сайты, которые я знаю, они уже давным-давно перешли на HTTPS. И если мы с вами попробуем перейти на HTTPS, нам, соответственно, у нас ничего не получится. Потому что, как минимум, никто 443-й порт на сервере не слушает. Итак, предварительную подготовку мы всю с вами прошли. Давайте пойдем разбираться на Linux-сервер. Я уже давным-давно не трогал Ubuntu, поэтому могу ошибаться в синдексисе кое-каких команд. Значит, прежде всего, что нам нужно сделать? У нас по умолчанию Squid, Ubuntu-вский, да и, по-моему, никакой другой, не умеет работать с SSL так, как нам нужно. Нам нужно его скомпилировать с поддержкой SSL, чтобы он мог сам обращаться к пакету OpenSSL и что-то делать. Значит, для этого нам нужно сначала удалить текущий Squid. Сделаем apt-remove-Squid. Удалим текущий пакет Squid, который мы просто поставили из пакетов. Мы будем с вами сейчас собирать свой новый Squid из исходников. Как раз заодно разберемся с тем, что это такое. Для того, чтобы мы могли собрать что-то из исходников, нам нужно убедиться, что у нас включены репозитории для исходников. Это те репозитории, которые у нас начинаются, кажется, начинаются с SRC. Сейчас посмотрим. Откроем информацию о наших репозиториях. ETC у нас, Ubuntu, по-моему, apt-sources-list точно. И здесь есть куча пакетов, которые содержат в себе строчку dbsrc. Вот нам все эти SRC нужны. Я поэтому сейчас удаляю вот этот вот символ решетки под каждым существующей уже раскомментированной ссылкой. Я знаю, что там должны быть SRC. Я тоже ничего сейчас не вижу в темно-синем шрифте. Ставить плагины Vima мне лень, да и незачем. Открывать это все через обычные VIA я не хочу. Все нормально. SRC все у нас появились. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь нам нужно обновить информацию о репозитории и сказать update update. Он сейчас прокачает все репозитории. Информацию о них себе закачаем. Значит, нам нужно будет сейчас поставить пакеты, которые будут необходимы для сборки нашего сквида. Итак, нам понадобятся с вами пакеты. apt-install. Пакет openSSL. Тот, кто будет у нас генерировать сертификаты и вообще работать с SSL. OpenSSL. Стандартный пакет. Далее, devscripts. Это удобные скрипты, которые помогают нам для... Не для, а при сборке пакетов. Это куча наборов уже скриптов, которые умеют вызывать другие, собственно, пакеты. В частности, собрать пакет, делать инициализацию сборки и так далее. То есть, есть куча-куча пакетов. Мы можем это делать все руками. Devscripts нам немножко работу облегчит. Далее у нас есть build. Build Essential. В котором, как правило, есть все пакеты, необходимые для сборки пакетов. Дальше у нас есть с вами dpkg.dev. Этот пакет содержит кучу инструментов, которые предназначены для распаковки, построения, закачки пакетов исходных текстов DB. Ну, вообще, для работы с пакетами точно так же. И еще нам нужна библиотека libssl.dev, при помощи которой мы тоже будем собирать все необходимые нам вещи. Пытаемся это все установить. Готово. Теперь нам нужно подкачать зависимости, которые будут использоваться при сборке нашей лсквит-3. Для этого у нас есть build.deb такой. Мы его берем как раз из пакета dpkg.tr.dev, который позволяет нам скачать все необходимые зависимости для нашего пакета сквит-3. Он знает, что ему нужно для сборки этого пакета и спокойненько сейчас это все выкачивает. Затем нам нужно будет с вами скачать сам исходник сквит-3. Для этого мы с вами дистрибутивы src в репозитории откомментировали. Мы пишем apt-get и говорим теперь, скачай нам source для сквит-3. Я это все сейчас буду делать уже в папке, которую создам отдельно. Мы скачиваем исходные коды. Вот он нам говорит то, что невозможно сбросить права скачивания и так далее. Мы сейчас пытаемся пользователям apt прочитать вот этот вот файл, в котором содержится информация о сборке пакетов. Я все это, видите, делаю в корне. Не в корне, в своей домашней папке root-а мусорю очень сильно, но ничего страшного. По-хорошему нужно было создать папку, чтобы не мусорить. Поменяю права на файл, тот самый, на который он ругался. Вот этот вот dsc, чтобы все могли читать содержимое этого файла. И могу снова скачать source файла. Готово. Тут нам по-хорошему нужно с вами выполнить три и поговорить о том... Да, у меня нет еще три. Давайте мы его поставим. Почему бы нет? И поговорить о том, как осуществляется сборка пакетов. Но это тема отдельного занятия. Поэтому сейчас просто с вами через три посмотрим то, что у нас появилось вот такое вот сложное дерево того, что здесь происходит. Вы можете потом в нем покопаться, поразобраться. Нас с вами интересует, собственно, директория Squid. Вот эта вот. Она здесь, опять же, не очень красиво у меня видна. А мы сейчас на нее перейдем и разберемся. CD.Squid.33.5.12. И в этой директории содержится все, что мне нужно для сборки пакетов. Вообще Debian пакетов. И здесь есть у меня файл. В Debian он находится. Называется rules. Правила сборки пакета. И вот здесь у нас указано то, как собирается, собственно, мой Debian. Мне ко всей этой красоте необходимо дописать ряд вещей. В частности, я хочу вот здесь вот дописать, что нам нужно enable SSL. Использовать SSL. Далее нам нужно с вами использовать enabled SSL. Я так подозреваю, это сертификат демон. Как-то так с RTD. Не знаю, как он корректно расшифровывается. И нам, собственно, нужно скомпилировать наш пакет. With open SSL. Вот так вот. Чтобы у нас сквит работал вместе с SSL. По идее, этого достаточно. Если я нигде не ошибся, мы с вами можем выполнить команду Debian package. Build package. Build package. Вот он. Минус D. И с текущей директории выполни сборку пакета. И вот этот вот процесс сейчас будет происходить довольно-таки долго. Я думаю, минут 5-10. Поэтому я пойду пока чай себе заварю. Что-то даже дольше собиралось, по-моему, чем 10 минут. Поднимемся на уровень выше. На уровне выше видим то, что появились необходимые нам DEP пакеты. Здесь много получилось. Это те пакеты, с которых мы сейчас будем ставить скрипт. Мы поставим командой Debian package минус i установить все пакеты DEP. Вполне возможно то, что, может быть, проблемы возникнут с зависимостями. Вот он здесь спрашивает, что ему делать с текущим файлом конфигурации. Я, в принципе, помню, что в нем должно быть. Поэтому давайте мы его перезатрем. Установим версию, которая идет с пакетом нашего скрида. Ничего страшного. Заодно разберемся. Вот он говорит то, что есть ошибки кое-какие. В частности, он не может установить несколько зависимостей. Для того, чтобы он эти зависимости поставил, можем сказать apt-get install минус f. То есть, почини, это ffix, если есть какие-то проблемы с зависимостями. Только я это неправильно поставил. apt-get install минус f. И вот он подкачивает Apache для каких-то своих целей, еще что-то. То есть, докачивает необходимые пакеты. Исправляет все неразрешенные зависимости. После чего мы с вами снова можем сделать Debian package install все пакеты. И он доставит все пакеты, которые не установил за первый прогон. В принципе, по выполнению вот этой всей истории, мы можем с вами проверить версию скрипт. Командой скрипт минус v. И видим, что у нас здесь скрипт установился. 3, 5, 12. И где-то здесь должно быть указано у нас то, что вот он собрал системы опциями, которые мы сказали. Задействуя SSL, SSL, CRCD и UIS OpenSSL. Это то, что мы должны с вами были увидеть. В обычном скрипте, если мы с вами это выполним, у нас с вами SSL не должно быть. Перейдем в его директорию скрида. И там сгенерируем необходимые сертификаты. Опять же, я все эти команды выложил на Яндекс.Диск. Вот такая вот команда OpenSSL, которая создаст нам все необходимые сертификаты. У нас спрашивают базовые вещи для создания сертификата. Страну, можно указать там, не знаю, город. Хотя, по-моему, город он спросит еще раз. Давайте еще раз укажем город. Это все просто информация, которая будет отображаться у нас в сертификатах. Все, больше я ничего указывать не хочу, чтобы не тратить время. Готовы сертификаты созданы. Теперь нам нужно с вами поработать со сквидом. У нас здесь уже есть его conf. Хорошим тоном является создание резервной копии этого файла. Мы напишем squid.conf.backupfile, например, вот так вот. Я вам брошу, кстати, инструкцию, по которой я это все немножко подстроил. Дальше мы можем с вами посмотреть, что у нас с вами это за файл. Squid.conf.back. Мы можем вывести его содержимое, но мы не для этого это делаем. Мы убираем все закомментированные строчки, чтобы не заморачиваться с конфигом. Мы все строчки, которые не начинаются с символа решетки. И все строчки, которые не начинаются с символа доллар. Возьмем все строчки, то есть выведем содержимое этого файла. Из вывода уберем те строчки, которые начинаются с ненужных нам символов. И отправим это содержимое в файл squid.conf. Вот так вот. И теперь, если мы с вами откроем файл squid.conf, мы с вами видим только те строчки, которые были у нас не закомментированы. Что нам нужно сделать? Прежде всего, как мы уже это делали в прошлом уроке, мы с вами должны указать локальную сеть. Мы говорим о цели. local.net Кажется, мы так ее определяли. Source 112.168.0.0.24 Это наша локальная сеть. Дальше нам нужно сказать http.access.allow.localhost Мы разрешим нашей локальной сети доступ сюда. Ну, через эту машину. Что нам нужно еще указать? У нас есть с вами уже готовая настройка 3128. Только мы с вами для красоты использовали 192.168.0.10 наш утренний интерфейс, чтобы только по нему слушался порт 3128. А извиня, не слушался. И мы с вами писали intercept, чтобы у нас был прозрачный прокси. Теперь то же самое нам нужно сделать для HTTPS. То есть нам нужно сказать, что у нас есть теперь HTTPS-порт, который прослушивается по порту 3129. И тут нужно вписать важные строчки. Прежде всего, нам нужно с вами вписать то, что у нас с вами... Я сейчас это все вставлю разом. Используется SSL-банк-директива. В качестве сертификата у нас используется наш вот этот вот Squid.SA, который мы создали предыдущей командой. И здесь уже директивы. Пик и слайс. Это как раз важные относительно новые директивы, которые появились в Сквиде. И за счет вот этих вот директив мы с вами можем часть трафика расшифровывать, понимать, что там происходит. Соответственно, программа, которая будет у нас генерировать SSL-сертификаты, вот она. SRT-D. И она у нас будет создавать на лету все, что нам нужно. Опять же, это та часть, в которой я достаточно сильно плаваю. И поэтому я вам конкретно про нее ничего толком сказать не смогу. Вам нужно читать самим. Вообще у нас генерацией сертификатов будет заниматься отдельный вот этот вот процесс, а не сам сервер Squid, что обеспечит относительно скорость его такой высокую работы. Сохраняем эту конфигурацию. Говорим Squid-K parse. Он проверит, что мы тут понаписали. Пробежался по всем нашим директивам. Посмотрел. Да, все отлично. И говорим Squid-K reconfigure согласно вот этим нашим с вами новым настройкам. Squid переконфигурировался. Проверим netstat-ntube. Я так люблю писать эту директиву. И вижу то, что у нас помимо порта 3128, теперь еще порт 3129 прослушивается нашим Squid. Это то, что я и хотел сделать. Теперь нам нужно забраться в наши правила IP-Tables еще раз. И что нам нужно сказать? Нам нужно с вами разрешить на вход порт 3129, теперь сказать IP-Tables. Разрешить на вход порт 3129. И у нас с вами еще было вот такое вот действие, которое перенаправляло трафик. Нам нужно сделать еще его в IP-Tables для таблицы NAT, создая нам цепочку в цепочке при рутинг правила, которая будет пакеты по порту 443-му переадресовывать на порт 3129. Достаточно. Правила сейчас сохранять не буду, нам это еще все пригодится. Значит, теперь пойдем на нашу машину с Windows. Проверим, проверим, во-первых, что у нас продолжает работать с MTI.edu.ru. Да, он работает. И теперь попробуем какой-нибудь HTTPS. В частности, я знаю то, что есть сайт. Ну, хорошо бы с Яндекса проверить. Давайте еще BDSSL. На нем можно проверить все варианты работы с сертификатами. BDSSL. И вот он у нас открылся. Ну, по идее, отлично. Значит, у меня Яндекс должен открыться. Я не знаю, что у нас первый раз не открылся. Яндекс.ру. Яндекс открывается. Давайте посмотрим, что у нас за сертификат. И он видит то, что этот сайт определен как Яндекс.ру. Все прекрасно. Сайт идентифицирован. Неудобно то, что я не могу в дурацком эдже это все нормально увидеть. Но суть в чем? Сейчас у нас наш сквит, он не может корректно понимать, какие сертификаты какие. То есть вот на сайте BDSSL.com мы с вами можем зайти, например, посмотреть какой-нибудь сайт, к которому прикреплен уже экспайрый сертификат. Тот сертификат, у которого стек срок годности. И у нас здесь будет сквит долго-долго копаться и ничего нам не подгрузит. То есть здесь вот есть, вы видите, куча плохих сертификатов. Самоподписанные сертификаты, недоверенные сертификаты. У нас это все сейчас через сквит не открывается. Это та часть, которую можно тюнить. А можно взять и открыть какой-нибудь доверенный, вот такой вот хороший, зашифрованный сертификат. И вот у нас прекрасно все открывается. Ну давайте все-таки, чтобы более-менее у меня хотя бы ясность появилась, что там у нас за сертификаты. Мы возьмем наш классический интернет-эксплорер. И в классическом интернет-эксплорере скажем, что мы хотим... А вот Яндекс у нас уже открылся. Прекрасно. Я хочу посмотреть, что же это все-таки за сертификат. Нормальный ли он сертификат. И видим то, что, да, этот сертификат вполне себе перехватывается Яндекс.Сей. Мы видим то, что этот сертификат был Яндексом. Кому выведен, мы тоже видим. То есть у нас все прекрасно. Мы не должны никакие сертификаты добавлять в доверенные. У нас все происходит так, как оно нужно. И мы видим наши очередные ужасные новости. Ну что же, мы выполнили наконец-таки спустя полгода нашу изначальную задачу. Хотя вы могли уже сами, наверное, давно-давно разобраться с методами ее решения. Мы разрешили Сквиду проксировать через себя HTTPS соединение. Кроме того, если вы немножко погуглите параметр, теперь вы можете точно так же запрещать выход на какие-то сайты, разрешать делать редиректы и так далее. Единственное, что вам нужно сделать, это настроить работу с вот такими вот некорректными сертификатами, чтобы Сквид мог выдавать какую-то более-менее осмысленную информацию. В частности, можно создать свои заглушки, которые будут вам выдавать готовые странички. Там же он не просто так, наверное, подкачал Apache. Можно через этот Apache выдавать странички, в которых будет написано «Вы пытаетесь перейти на сайт Систерокшен с сертификатом и так далее, и так далее, и так далее». Тот первый вариант, который Сквид предлагал изначально, когда мы добавляем его сертификаты в разрешенные и затем от его имени начинаем куда-то выходить дальше и получать пакеты на свой браузер, он некорректен, потому что Сквид тогда бы все сайты, доверенные и недоверенные, со словными сертификатами подписывал бы сам, и мы их всех бы видели как доверенные, что неправильно. И вторая проблема была бы в том, что нам пришлось бы как минимум везде прописать этот сертификат нашего Сквида как доверенный. Кроме того, мы бы все сертификаты видели, что они подписаны Сквидом, а не тем, кто подписывал изначально сертификаты нашего сайта. То есть тот вариант – это прямо вот атака man in the middle. Тут же у нас все более-менее корректно, нужно вам больше читать про SSL-бампы. Ну и все, хватит, очень долго получилось. Наконец-таки это получилось. Поздравляю вас и себя с этим. Всего вам хорошего.